Уникальная школа и новые дороги. В Солнечном появляются объекты, о которых так просили жители. Сегодня ход строительства и обновления инфраструктуры микрорайона оценил губернатор края Михаил Котюков. Пойдут ли дети в этом году в самую современную школу и когда до новых жилых комплексов можно будет доехать по асфальту, расскажем в следующем сюжете. Работа кипит вовсю. Меньше чем через месяц уникальная не только для нашего города, но и для всей страны школа будет достроена. Особенность этого учебного заведения в том, что перепад на строительной площадке почти 20 метров. И это даже больше, чем высота четырехэтажного здания. Поэтому в школе предусмотрены лифты и витражные тоннели для перехода из корпуса в корпус. Готовность школы уже 82%. И по плану все работы должны завершиться до конца июня. Однако кое-что, видимо, придется переделать. Вот это надо закрывать до потолка. Вот они, вот поручки, вот и пошел. И туда. Вот все выпущены. А где попадаешь и закройте. Эту школу очень ждут жители микрорайона Солнечный. Она должна разгрузить другие учебные заведения, особенно 156-ю школу, в которой сейчас учатся больше трех тысяч детей. Я считаю, что это будет просто распределение нагрузки, но как такового спасения ситуации не будет. Потому что у нас очень активно строится микрорайон. У нас только в этом году почти две или три тысячи квартир планируется к сдаче. Соответственно, прирост населения будет большой. И эта школа просто примет в себя новых жителей микрорайона. Сегодня ход строительства школы и обновление другой инфраструктуры микрорайона проверил губернатор края Михаил Катюков. В первую очередь он оценил, как исполняются его поручения после встречи с жителями летом прошлого года. Тогда больше всего жало было на дорожную инфраструктуру. Люди просили как о новой объездной дороге, которая позволит заезжать в Солнечный Северного шоссе, так и о новых дорогах внутри микрорайона. В Солнечном только одна единственная дорога. Утром не выехать из Солнечного в город, вечером не заехать. Сейчас, особенно лето, начали сдачи огороды, и это вообще какой-то кошмар вечером. Дорога очень нужна, вторая объездная. По самому Солнечному таких пробок нету, но у нас дорог нету. У нас с дорогами проблема. Сейчас эту проблему постепенно решают. Сразу на трех участках идет масштабный ремонт основных магистралей. Также продолжается строительство новой дороги, которая связывает несколько улиц и возведенных жилых комплексов. Два первых этапа уже завершены. Сейчас работы продолжаются по улице Ольховой и до Черемуховой. Жители очень ждут эту дорогу и даже приходят на строительную площадку. Нас постоянно здесь посещают, просят побыстрее ускорить. Им надоело здесь в грязи жить. Но, естественно, у них здесь ни ливневой канализации, ничего не было. Сейчас мы построили 480 метров ливневой канализации, уже 100% готовы. По графику эту дорогу должны закончить в октябре. Но строители уверены, что смогут доделать все быстрее. И уже в сентябре к новой школе родители смогут возить своих детей по новой дороге. Солнечный сегодня для города – это приоритет в дорожном строительстве. Значительная часть городского дорожного фонда направлена на проведение работ в Солнечном. Ряд дорог уже сейчас в значительной степени выполнены. Но, как здесь мы видим, сейчас очень многое предстоит сделать до конца строительного сезона. В целом, если говорить о Солнечном, то город должен Солнечному деть больше внимания. Мы об этом в прошлом году договаривались и с главой города. Также в микрорайоне обустраивают футбольный стадион и строят бассейн. Появится еще один важный социальный объект – поликлиника. Сейчас завершается выбор земельного участка для ее строительства. Григорий Горячих, Дмитрий Комаров, 7 канал.